Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 30 октября – День Осии. Память святого пророка Осии. Он происходил из колена Исаахова. В то время многие отступали от истинного Бога и, забыв его благодеяния и чудеса, поклонялись языческим идолам. Осия, как человек богобоязненный, служил единому истинному Богу, сотворившему небо и землю, и изведший евреев из египетского плена. Осия наставлял людей, отпавших от истины, и своими мудрыми речами снова обращал их к очеческому благочестию. Народ по-своему назвал этот день, и поскольку сегодня полагал оставить телеги в сарае, предварительно проверил, насколько они исправны, на Руси этот день называли колесником. Колеса снимали с осей и вешали на стенку в сарае, аж до самой весны. Одновременно сегодня вытаскивали сани, проверяли их исправность перед санным путем. Приметы. Сегодня судили о будущем урожае по скрипу колес телеги. Если колесо не скрипит, то урожай будет хорошим. Если первый осенний снег плотный и мокрый, к сырому дождевому лету. А если сухой и легкий, как пушинка, к лету жаркому и сухому. Кстати, мне Ганечкина рассказала историю о том, что если вы хотите, чтобы у вас не было онкологии, то в сезон помидорный съедайте примерно килограмм. Я не знаю, там 100, наверное. Вот, это похоже на правду. Я за прошлый сезон 100 съела. Килограмм 100 по леду. И действительно, тогда они вот начинают действовать таким вот образом. У меня такое желание добавить еще и чесночка. Чуть-чуть, может быть, даже лучка. Я думаю, что чесночка лучше добавить. И вы знаете, вот, некоторые, ну, как бы сказать, не понимают и могут чеснока сразу перемолоть, сюда добавить в соковыжималку. Что получается на самом деле? На самом деле получается, что чесночный дух настолько въедается в соковыжималку, что потом, в течение на полугода, если его... Какой вытравишь? Яблочный сок, морковный сок и прочие соки будут пахнуть у вас чесночком. Так что чеснок добавляем исключительно в сок. Да. Да, в стаканчик. А вы знаете, Геннадий Петрович, вот, если мы это переместим в, ну, такую суповую чашку и положим мелко нашинкованный огурец, еще какой-нибудь, вот, допустим, там, красный перец, у нас получится испанский суп гаспачо. Вот, видите-ка. Да. Кстати, мы какой-нибудь из передач попробуем его и сделать, только на свой манер, естественно. Угу. Так, добавили чесночка. Вот, действительно, не хватает такой остроты. Соли мы уже добавили в виде морской капусты. Теперь нам остается добавить остроты. Ну, интересно-интересно получается. А мне многовато оказалось запаха йода. То есть я, наверное, переборщила. Ну, ничего, это бывает такое. То есть, но сначала старайтесь немножечко добавить морской капусты. Почему? Потому что она сначала должна размокнуть, а потом уже все эти микроэлементы выходят, вот этот запах йода появляется. Вот, добавили, подождали чуть-чуть. И после пьете. Угу. Ну, как с чесночком? С чесночком даже получше. Даже получше. Он становится действительно таким остреньким. Угу. Стимулирует пищеварение. Защитная сила организма. Угу. Хорошо. 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 Третьи лунные сутки. За предыдущие лунные сутки в организме образовалось напряжение, однокопленное в результате сжатия энергии. И сегодня настал день, чтобы дать ей разрядку в виде большой и интенсивной физической наружки. Вообще энергетика лунных дней может способствовать росту спортивных результатов, если ей следовать. Если вы не спортсмен, то в этот день можно выполнять большую работу по дому, и вы не устарите. А после выполнения работы обязательно примите горячие ванны. Важно расслабиться и полноценно отдохнуть. Сегодня не принимайте никаких серьезных решений. С горяча можно наломать дров. А вот поточить ножи сегодня очень даже хорошо. Четвертые лунные сутки. Как всегда, после сильных энергетических суток следуют сутки со слабой энергетикой. Это закон. За волной следует отлив. Поэтому отдыхайте, размышляйте. И прежде чем что-то предпринять, хорошенько заранее подумайте о последствиях. Вообще проведите эти сутки в одиночестве. Либо просто погуляйте на природе, в парке. Очень хорошо сегодня петь. Потому что энергетически активна шея и голосовые связки. Причем петь надо возвышенно. То, что облагораживает и сближает с миром красоты и добра. Естественно, в эти лунные сутки не следует творить злых дел, чтобы они не возвратились к вам. Постарайтесь не застужать горло. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!